так куда нажимать принять не надо принять добрый день вам слышен нет нету звука нету звука нету никак ну-ка посмотрите там у вас что-то ничего нету звука нету никакого нету ничего а вы меня слышите вы заметите почему где там что там какую детальку заметьте ее сразу так ну слушаю вас давайте говорите я знаю что вы 40 лет уже занимаетесь с детьми детскими лагерями нет не лагерями а лагерями я основатель детского православного трудового лагеря и только летом он действует летний да летний 41 год без помощи государству совершенно и обслуга и все обеспечение строение все сами делаем да да ладно 7 лет вот сейчас занимаюсь детьми вопросами детей приемных семей неполна не полных семей делать мамы потеряли кормильцев до такой цепи но опыта не хватает опыт опыта не хватает потому что нигде не через государство не через церковь рпц я имею ввиду какой-то поддержки не получить все вот приходится делать самому я вот узнал что вы тоже самостоятельно без какой-либо поддержки 41 год работаете также сейчас у нас существует программа дорога к дому где мы молодежи пытаемся рассказать о семейных ценностях православных то есть для чего семья какие роли в семье вот хотел попросить вашего совета по данным направлениям мне нужен возраст детей они у меня возрастными группами хотя вместе живут но разговаривать скажи я должен это учитывать какой у вас главный контингент у нас две такие группы это возраст 7 лет 7 лет и вот 7 10 лет и 15 16 лет это труднее а когда они такие которые 15 16 лет пришли к вам сколько лет тому назад ну вот мальчик дионисий у нас пришел было ему 12 лет сейчас ему 16 лет в возрасте 12 остальные мальчики в возрасте 15 лет прошлом году я могу маленький совет дать у записывать ящикам ручку возьмите да 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 я взял я небольшое предисловие этому сделаю это исследование не наше американские социологи там все проверяли почему войну когда убивает командира руководство берет на себя не нише позвание которые ниже допустим капитана убили ну старший лейтенант вы выскочил то но все замерло вдруг выскакивает сержант и повел в атаку дальше его они поднимут его там наградят и они вы выработали шесть качеств лидера вот вы лидер вы проверьте у себя у вас как у лидера если эти качества первое воображение воображение я коротко буду говорить то есть когда вы за это дело брались вы должны были видеть что это такое какой спрос за детей против меня не раз воздвигали уголовное преследование но все это во первых у меня мощная поддержка это прокурор край генерал-лейтенант вы в званиях разбираетесь это большой большой чин вот юстиция генерал-лейтенант тоже мэр города это все за меня и поэтому нападки были умышленно целенаправленные там разные организации но все это было отодвинуто до осени а потом я подавал в суд подрыв деловой репутации все до одного процесса выиграл заплатили и прочее это не просто это борьба вы вышли на путь борьбы дети это самое уязвимое место и поэтому если у вас есть не другие они выплут на поверхность вы приготовьтесь к этому воображение это значит вы должны знать как кормить в какое время откуда брать какие у них тяги вы каждую ребенка должны узнать очень хорошо я просто вы спросили какой опыт я у меня совершенно неординарный подход поэтому слышу о том как у нас в лагере к нам приезжают люди с разных стран как в течение одного месяца ребенок который все из дома вытащил наркоман мы горд купили наручники его приковывали батареи и приезжает родители они узнать не могут это наш сын обнимает только сдать мог он мог материться у нас строгий лагерь очень первое это воображение вот что я говорю оно могло прийти на вы заранее должны были обдумать да вот сейчас знаете как вот эта ювенальная инвестиция она еще не принятый закон но она уже вовсю рубит и рубит и поэтому там очень простой закон они будут рубить вас вы заранее подумайте с этим ребенком я занимаюсь нужно знать его происхождение вам это очень сгодится я вот когда был в лагере отбывал за слово божие я узником был назвали узники совести и вот там и бывает иногда из охраны молодые женщины у которых детей нету а другие там которые в лагере они рожают и бросают и они брали усыновляли удочеряли хорошие ребятишки но приходят 14-15 лет они как взбесятся бегут из дома что попало делают и они их лишаются невозможно они враги как и спрашивают почему я эти вопросы перемолол все я глубоко верующий православный человек брат у меня священник протоиерей поэтому у меня очень много приезжают священники там протоиереи бывают аэромонахи это все благословение второе это знание второй пункт у лидера напишите 6 качеств лидера я написал что именно это лично для вас это знание у вас должны быть очень большие знания по детской психологии по кухне по прогулке по занятию по работе обязательно должны быть занятия у меня лагерь называется трудовой у меня дети работают всего учатся абсолютно что пригодится в жизни с ребенком сисюкать не надо это в одно из правил так третье умение одно дело вы голову набили голова большая у вас много набралось а сердце может быть как песчинка вы даже сами умеете своими руками все делать я поэтому что умею я их по ботанике везу в лес разбираем по одному листику найти данное дерево где оно употребляется на что в каком хозяйстве ребенок должен все знать и поэтому все удивляются откуда вы знаете я должен знать вот один отдельно легли у меня спать а вам это тоже будут они баловаться начинают мы с первого дня я не знаю запустили или нет вести правила не даже шепотом разговоры прекращаются дети знаете есть такая страна англия немного рассказывать про англию и там такой порядок если в общежитии тишина была нарушена два раза они предупрежденные были человек лишается права на общежитие хоть на улицу уходи хоть подавай на увольнение я показываю откуда теперь не стонать не жаловаться у нас запрет на это абсолютно почему японский культ кондзё 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 дети любят про это слушать это терпение не подавать виду что тебе больно у нас мама начинает гладить вовочка не плачь она пришла к стоматологу а она не мать стоит сзади он сморщился она сразу всякие а где кондзё он сразу ободрился ему вот пьяный стоит мужчина бьет киоск шатается а киоскерша не вызывает полицию то люди покупают беседу на него смотрят презрением у него нет кондзё а у нее есть понимаете я ребенку начинаю на практике показать вот кондзё что он означает давайте хорошо да хорошо я им говорю это один из самых сильных солдат они под танки ложатся тысячами я рассказываю пример я говорю когда были у нас здесь пленные ну называй книгу архипелаг гулаг им нужен рис они привычены к этому а идут строй там допустим их три тысячи пятерками они выходят из них офицер и заявляет претензии нам нужен рис какой вам рис а уже перед шахтой я еще раз говорю рис сегодня будет никакого рису не будет первая пятерка шагнула полетели шахту он снова спрашивает я еще раз прошу будет рис нет нету они уже знают что нужно делать шагнули все это мертвые третье все закричали отойдите дальше уже под уголовный кодекс он попадает начальник начальник понял что петля на него уже накинута уже к обеду мешки с рисом стоят рядом мы не ей даже приучить уважать чужие традиции а у нас у русских людей выработка бежит бы и бежитов спасая россии более безумного лозунга придумать нельзя а ребенок это впитывает и у меня в лагере бывает я расскажу я православный на бактинский пятидесятики там каких только нету приезжают у нас греки казаки казахи немцы евреи там цыгане русские у нас ли национальность не влияет никак вера не влияет он может стоять сложить руки как у них у баптиста то не кланяйся но его привезли ко мне в лагерь на молитве он будет стоять в храм он пойдет может не хреститься он будет там но уже через месяц родители приезжают юрка ты совсем православный стал он кланяется он делает все по православному а мы ни разу ему не говорили чтобы он починился он смотрит мы на деле должны показать православие это всеохватность это красота он должен сравнить с тем что он имеет я ему рассказываю откуда вот в австралии говорю принято так первую очередь они по континентам начинают разбираться у меня висит специально таблицы ну как бы записано кто у меня любой любой ребенок знает кто изобрел мобильный телефон я спрашиваю я вел занятия в всех отделах милиции в разных университетах никто не может ответить они знают мартин купер мартин купер а кто интернет все занимаются мартин купер все знают взрослые родители не знают а представьте а родители мой сын то он совсем не такой я сначала привожу такому знаменателю мы должны знать где мы находимся кто над нами начальники дальше мобильный телефон мы узнали а интернетом пользуйте все пользуются а кто изобрел не знать тим тим это тимофей точка бернерс бернерс тире ли с большой буквы тим бернерс ли тимофей ребята хорошее дело хорошее давайте помолимся о них сколько они неудач претерпели каким озарением они были свыше охвачены как они трудились терпели у них были соперники дети внимательно слушают у меня ребята не спят давайте поблагодарим бога что таких людей бог дал дальше кто у нас президент президент такой то как он пришел мы записываем а кто премьер-министр и все это вывешено кто губернатор у нас так вы занимаетесь а чем подожди маленько я не пророков и апостолов я сначала должен сказать где он находится почему потому что за этих людей за премьер-министра владимира димитрия вы знаете о ком я говорю анатольевич мы молимся губернатора председатель сельсовета мы узнали дети вот люди эти нас охраняют здесь мы законно находимся у нас лагерь зарегистрирован по закону мы каждый день приносим этих людей на руках молитвы и от приезжает к нам корреспондент эта статья на моем сайте там есть и он пишет потом в газете вечерний закат белоснежная скатерть и на ней лик спасителя знаете ли вы пленные шурави космонавты что за вас в дикой степи молятся дети понимаете без слез нельзя слышать когда люди это слушают считает в америке у нас главный лозунг везде висит россия должна встать запишите себе его могут признать экстремистским но я же в россии живу по какая тут эстрема то я же не говорю что да здравствует израиль хотя пусть он здравствует во славу божию второе а второе когда садимся за стол вот так вот дети на меня смотрите россии это мы и все отвечают россия это мы это надо видеть вот такой карапузик россия это мы а приезжает начальство смотрит игру вот это приехали из израиля смотрят вот это гр действительно новая россия у меня строгие правила которые считают каждый день пока не заучат мальчик девочки не имеет права прикоснуться пальцем это такое сокровище это касается и девочек это всегда было русского народа целомудрия я работаю с мусульманами я спрашиваю какой процент девственности у вас перед браком 10 классов заканчивает они не понимают о чем спрашиваю сто процентов а по-другому а по-другому это смерть даже сегодня а у нас сегодня трудно найти вот на этого особо обратите внимание это на первом месте целомудрия значит мы три качества разобрали четвертая решимость решимость у вас должна быть такая что-то мне от 74 года я такими делами за вот 20 тысяч сейчас сел погибло в россии мы взяли пустырь и на пустыре новое православное поселение школу своими силами своими силами не рубля от государства все как надо у нас идет там и там уже интернеты и все сами не хотели давать школу но мы верующие молились ну и губернатор там все тогда приняли решение о восстановлении поселка потеряевка это не просто так я повторяю это не просто так если просто делали а какие правила поселиться может тот кто докажет что него не лжет не пьет не курит не матерится не ворует повторяю не лжет не пьет не курит не матерится не ворует я в краю администратор сказал так они говорят так у нас тут ни одного работника такого нет оба матерятся мужики пьют вот это новая россия это искорка нас назвали искорка возрождающаяся россии и поэтому мне 74 года у меня еще ни разу в жизни не случалось чтобы я сказал знаете это невозможно сделать говорят это невероятно вот мы на еще проехали 15 государств 6 мусульманских республик а мы-то барнауле живем прошлом году дошли до дальнего востока от москвы сейчас вот у нас мечта на не мечта я не люблю это слово а думаем пройти через грецию и переплыть в италию португалию всю скандинавию прибалтику и вернуться в россию по северу работы это все бесплатно вот за два года мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч книг у меня 38 книг моих вышло а денег-то нету бог дает решимость в это качество четвертое очень себя возьмите решимость такая что если у вас есть враги вы еще с места не извинулись они уже белый флаг выкинули александр невский говорил вид воина должен внушать ужас супостату ужас вот володя он снимает у меня я сделаю поменьше надо а то расплывается вот так лучше будет держать так решимость в пак победе такая решимость у вас должна быть чтобы у вас сомнений когда не было с вами бог я с вами разговариваю как с верующим да совершенно верно я православным пятое качество которое некоторые не понимает и начинает капризничать беспощадность 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 к чему в двоеточие поставьте к разгильдяйству к недержанию слова обещания дал и не сделал ну и все в этом роде а не то что там преследовать давить человека тут надо расспросить что это остальное качество понятное вот здесь поставьте себе твердое правило быть абсолютно честным без подмеси дети все видят ваши слова много значит но они не столько значит как ваша жизнь дети подмечать будут такое в вас о чем вы сами не знаете вот у нас висит правило вот садиться за стол за стол когда садится помолились мы покажите платочки все показали я тоже поднимаю показываю обижать надо если платочка нет там 200 метров но это летний период он должен до тополя добежать листик сорвать на один раз он прибежит а пока бегал первое съели ему уже не достанется родители приезжают готов он все забывает я груми он не будет забывать садимся за стол дежурный пробегает вокруг и одежа там брошен ботинки там футбол то играли или там волейбол собрали это все принесли они за столом сидят сейчас падают первое чего это он молчит но все же знают ребятишки да это не уронки но у меня это не урод а это такое то так и за стола ребята вот свою одежду он должен взять под который забыл за у нас стан огороженный и теперь вокруг должен бежать вот так крутить и кричать я забываю одежду за станом а пока бегает он может тихо идти подбежит к третьему он больше ничего не забывать я ему память уже пришел он десятилетний он еще не 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 вспоминал все помнят абсолютно потому что о его будут спрашивать у меня всякие детские игры городки это русская игра царь играл лев толстой и последнее качество привлекательность вот эти пять качеств вы можете добыть вы взрослый мужчина у вас серьезный вид пиво не пьете у вас плечи широкие говорю это таз узкий не наоборот дети это ведь вы не должны быть рохлей вы даже вот у меня дети в лагере это один лагерь такой мы всегда встаем в пять утра поставьте правило такое солнце дальше вот ну я говорю у нас летний лагерь летний то вот солнце теперь позже встает мы делаем пол шестого еще позже в шесть но за восход они должны увидеть а ложится каждый день референдум везде мальчики первые за стол первые девочки это даже знать он кормились он защитник это священник это судья особое почтение девочка такая это цена ее мальчику нужно дать понять что если придет придется даже умирать и ты должен согласиться когда она будет тебе там жена или невеста ты она должна выйти не над кушаным яблоком вы очень серьезно с ними даже заниматься и вот привлекательность это так вас здесь нету ну допустим вас взяли в больницу я отлежал на операции а время подошло 11 часов дня врач подходит вы говорили вы знаете чем ваши дети занимаются я знаю сейчас 11 они сейчас в это время находятся на рыбалке на рыбалке да а вот два часа за обедом а в это время а вот спать во сколько ляжет нельзя не знаю потому что бывает у них деревенским бьются там матч задержался ударили в колокол все они со всех ног тогда летят уже а деревенские даже тихо уйти уже шума не будет а если они во время легли начинает баловаться и дежурные проходят перед предупреждают сразу так кто смеялся а их 6 человек там 7 никто значит все смеялись выходите все выходят оделись одевались хорошо у вас там у нас комаров много я в руки даю прутики вы на вахте находитесь два часа стоят но два часа много я разбиваю по полчаса на четыре дня и беру с собой когда те то думают вот это да промахнулись мы дядя игнатий оказался в лагере тут я их беру и мы идем тогда под звездное небо и я им все рассказываю какая планета что так они готовы еще нарушить порядок чтобы попасть в провинившиеся чтобы получить такой урок который другие не получили дети это все понимают и будут говорить ваши ваши враги будут говорить одно а у детей будет совершенно другое вы должны быть в центре событий вас нету но вы как будто там присутствуете привлекательность ваша не в сюсюканье а в том что вы справедливы и все понимают кто вы вот нам приезжают но не рядовые представьте профессор психологии приехала директор кэстонского института из лондона через останкино ксения дэннон вы в интернете зарядите ксения дэннон потеряевка и прочитайте ксения дэннон потеряевка кэстонский институт и вот они исследует все и находят движущей силой лагеря является теря с большой буквы любовь а у меня в лагере физическое наказание меня за это сколько трепали приходит ничего нету нынче дошло до того что это в прошлом году было что да нет позапрошлом позапрошлом вместе с прокуратурой с милицией фсб приехала никогда не не было уезжает игнатий тихоныч да еще же у вас этого нету ну уберите это из своего пункта то там устав а жалуются кому надо то приезжают исследуют врач кандидат медицинских наук жалоб не было детей осматривают нигде ничего нету вас избивают нет не избивают один мальчик говорит нас никто не избывает нас наказывает и наказывает за дело понимаете ребенок наказание и избиение понимает почему а я знал что этого делать нельзя я ударил девочку и он сразу бегом со всех ног прибегает ко мне и случилось так я вот такой гневливый я без наказания не оставлю но если он сознался наказание будет меньше наказание только в отделе в отдельном месте за закрытыми дверями и я очень часто его не накажу но хлестну по голенищи я в сапогах чтобы звук а его с линями под глазами подведи маленькая мокроту и сморщись но бывает ребенок боится бывает такое что заматерился у меня крапива рядом растет и уже знает это пять горячих пять раз я положил у нас такие стеллажи как называется палате давай губами проведи он ревет боится то я его не буду трогать я беру а крапива жгучая то такая очень серьезная крапива выходим перед строем а он хлюпает носом вот видишь валерка там боится он расскажи боишься да боюсь я беру эту крапиву в рот и жую жую рву вот так и дети со смеху падают у меня губы обожженные волдырями я виду не подаю смотри она нисколько языком беру и треплю он тогда все готов пойти наказать всех вот я тебя накажу сейчас вот за тот или решишься там первого второго завтрака как другой да лучше без завтрака это боязливо который скажет нет я поем и накажите такому прощу и наказывать не буду то есть ребенок это все понимает но я не могу на все сказать бывает совершенно неординарная обстановка и как из него выйти дана определенная задача рвать траву вокруг нашей кельи каждый ребенок рвет одного послали зачем-то там затяпкает а он не рвет дети пришли говорят а он не рвет он там что-то сел и сидит не трожьте я сам потихоньку подкрадусь к нему я подкрался он жужелку рассматривает он городе жука не видел я назад не трожьте это может будет будущий ботаник это какой нет антимолог получился из него надо заметить в ребенке чем он интересуется я рассказываю вам маленькую детальку только везде абсолютно я рассказываю как плохо быть жирным какой должен быть вес вот у меня допустим рост метр семьдесят два а у меня вес шестьдесят четыре меньше это от роста сто пять отнимай и но выше этой шкалы уже не поднимайся ну а бывает ребенок приедет рыхлый такой на турнике не может подняться ну ты хочешь быть нормально чтобы у тебя нос то вылез из этого у тебя нос то уже провалился ты видишь как ну конечно его ровню даю бороться он не может побороть а у меня одна скамейка вот на эту скамейку добровольно можете садиться называется это у нас где анкирская это кременто анкирского влаги она девала ладьи киеви кажется было детей там бросали при дорогах этой жития святых и дети садятся то на диета называется ему дежурный подходит а рядом сидят столы по 10 человек дети там первое второе там все вкусно и он добровольно должен лишиться этого а ему подносят сухари и он должен взять два сухаря до сухарей разной величины понимаете как все и кружка компоту на ребенку надо больше ты любой момент мы сейчас скажи я не хочу сажусь за стол садись садись но покажи где твое канзио да когда такой сбрасывает себя вес приезжает домой а дядя толстый родители толстые они на него смотрят не могут как это звать стёпа стёпа да куда ты делся куда делся стёпа а то стоять перед ними не стёпа у него подтянулась он а его мама это бабка здесь же в лагере то она его укрепляет стёпа не сдавайся держись а дальше то он играть не хочет я вот стараюсь футбольную команду там где везде вот ребенок другой должен быть у меня учатся они купаться выход в открытое море на лодках на лошадях кататься вы этого не можете но вы свое берите вот у меня книги вы зайдите на мой сайт и третий том скачайте себе третий том открыл сайт наш к истине один народ ру я вам ну я не знаю как может через истине вплотную янерка . народ . ру или в гугл запустите сайт игнатий лапкин и третий том открытым оком открытым оком это у меня 30 томов по 750 страниц это серьезно это библиотека третий том и там написано воспитание воспитателей это как раз для вас спасибо я заботюсь о воспитателях как разговаривать я там пример такой привожу допустим весной прилетает скворец моя орнитология занимался с пяти лет ну ты меня просто тяга держу три голубяти экскурсию с детьми делаем это элемент воспитания и вот он скворец сидит как будто дела ему нету но а воробей щирикает нос высунул и сказал наблюдайте за ним а только воробей то вылетел ему обедать то надо скворец туда нырнул все теперь оттуда подушки матрас все выкидывает почему ему надо скорее вырастить научить улететь а воробей то тут останется его жалеть не надо тем более называется не воробятник а скворечник знаете в ребенке вот это все надо заложить какие цветы не порвать когда берет ягоды у меня все по счету идет вот который не брал зачитал ягоды с молоком клубника там вообще пальчики оближешь вот ребятишки у меня два ребенка в церкви плакали ребенок скучал там или что-то пришли я просто перехожу как бы на другой момент такой слезы ну что сделать ребенок плащет по я поверну так что они плакать разучиться вообще а как воспитатель за спрашивает очень просто я перед спроем спросил кто никто не сознается мы сели за стол за столом я спрашиваю кто никого нету я тогда говорю у нас сегодня пирожки они на завтра пирожки очень хорошая подсолнечное семя прокрученное с медом там пачки ближе вот кто плакал это очень здорово в церкви со слезами молился тому пирожок они сразу двое выскочили которые прятались то я им дал а тот и я буду завтра плакать и я ну давайте все получите на завтра пришли с богослужения ни один не плакал я и надувался и пробовал ничего не не получится понимаете ребят ребенок должен чувствовать тебя они должны знать как тебя звать и они все время будут говорить вот это дядя был бы там дядя игнат или там дядя сергей он бы так не сделал то есть они все время будут ощущать ваше присутствие понимаете на все случаи вот у меня на сайте я отвечаю на четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса запишите четыре тысячи сто двадцать четыре это чего-то стоит это в пяти университетах занятия вел три радиопрограммы я плоховато слышу и мне только в писанном виде были записки я их отвечал стали просить их оставить на бумаге тогда более подробно но это 30 томов одно что-то значит вот вы найдете в этих ответах там лагерь дети туда зайдите лагерь дети это на сайте вот а сайта вверху написано там где сайт икона внизу написано православный форум игнатия лапкина зеленая по коричневым вы в него только ткните и вас перекинет сразу на форум очень легкой регистрации вы войдете сразу там перед под нового под храмом христа спаситель написано новое сообщение в них только ткнете и сразу на первую страницу и сразу дайте о себе знать изберите себе тему а там при самом начале входите там оглавление какие тем 1400 тем это громаднейший материал там у меня и роликов и ну только роликов у нас тут в ютубе 1300 наших не чужих это надо просто вообразить что это такое там выступление и ролики с патриархом кирилла смирнова мы ну большинство все наше мы чужих мало берем берем тогда когда наше отсутствует по этой тематике где-то никем нельзя пренебрегать даже если он к нам не расположен это никакой роли не играет человек это космос против меня это не означает что он бесталантный как раз он может быть или чрезмерно наглый он не рассчитал за кого взялся что не проглотит или он действительно тот с кого я могу взять что-то вот я некоторые моменты только коснулся никогда не ябедничать никогда и никогда не лгать никогда ложь увеличивает наказание намного ложь ложь вот это все время загибайте на пальцах там если по западу люби бога а в конце мизинчик загнуть никогда не лги не лги никогда нигде сделал сразу сознание если не ты ты не сознался сделал не ты другого накажет тебе надо это а бог то это видит вы все время старайтесь привить страх божий я не знаю ваш контингент вы должны себя взвесить себя взвесить а потом ребятишек потяните или нет бывает иногда такое что вам нужно вовремя вычислить и отказаться сдать его назад или как не так что я с любым буду один будет развращать всех которые не поддается вы должны быть решимы здесь полной решимости с кем-то посоветоваться и желательно чтобы был у вас там какой-то как назвать духовник советник без совета ничего не делайте я вас приглашаю на сайт и на форум и одну неделю вот раз в это время вы можете ко мне заходить вот сегодня у нас что четверг кажется да 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 вот четверг в это время за неделю накопятся вопросы и вы придете сюда мы этот ролик выставим и вы увидите его Володя подойди сюда рядышком это мой живет тут сын и брат вот он сирота видите с каким мы занимаемся у нас народ очень хороший вы когда зайдете посмотрите где мы ездили с кем встречались я в храмах говорю проповеди какие люди богатые вот меня спрашивают когда у меня такой богатый жизненный опыт вот я в тюрьмах там отбывал но это знаете какой контингент что самое большое в жизни было я отвечаю я узнал как много у бога добрых людей вы себе это можете записать это знание превыше всего весь мир лежит во зле но у бога много добрых людей и второе почему то эти люди мне встретились почему и третье почему это люди приняли деятельно участие в том чем я занимаюсь я издаю христианские книги а мне помогают евреи люди вообще это не как так да вы же про евреев там говорите я говорю с любовью и они это понимают и могущее помочь помогают видите как есть поговорка такая ласковый теленок двух маток сосет а бодрил ему своя мать нам поддаст ни один конфликт не решается на поле боя это не умение разрешать конфликты приводит туда на поле боя уже и детям это нужно сказать не толкать не драться никак вот он его обидел он не имеет права идти и жаловаться он должен ему сказать пойдем вместе и разрешим к вам дяди сергею там как вас сергей михайлович назовут они даже вас определенные меня по имени отчество всегда называли или дядя игнатия если он его зовет с разбитым носом а тот не идет тогда в уставе написано имеет право прийти прийти со свидетелями теперь я бью в колокол тревога тревога покушение на человека я его сурово я его накажу он это знает что значит сурово лишу обеда там или еще что то дополнительную работу но я его накажу обязательно беспощадно даже быть ко всякому угнетению одним другого там где вы вот у меня в лагере каждый год новые люди часто мало было айна ну средне было лагерь таком то есть со взрослыми 109 человек у вас поменьше у нас поменьше ну вот это легче дальше разбираться будет но я вот если бы вы в мэйл.ру вошли и на меня в друзья попросились мэйл.ру это там легко регистрироваться я бы скинул вам материалы уже некоторые пособия по изучению от марка это так здорово все принимают участие и уже через месяц занятий ну через два-три там у вас сколько занятий в неделю будет вы увидите как меняются все и меняетесь вы а вы впечатлении записать и дневник я дневник веду больше 60 лет если вы его не вели заведите сегодня напишите у нас сегодня была с вами первая встреча вы никогда не пожалеете дневники вели чехов златоуст лев толстой царь николай все вели я даже в тюрьме вел в больницах в армии везде вел дневники говорят мои дневники они были у следователей они только помогали мне ни разу во вред не были что не надо не пиши я одно время дневник вел на немецком английском французском испанском и по одному слову с каждого языка оставлял они у них шарики закатывались еще прочитать да еще мало того по латышски по латышски вот так но я просто уже тут показать с кем вы когда будете где если только можно насколько можно старайтесь со всеми быть в мире если это возможно с вашей стороны павел говорит я никому не советую выходить на тропу войны мне много приходилось сражаться с властью когда я вернулся власть конфискованная не возвращает а погубили много я подал суд и 11 лет шел суд я его выиграл 11 лет вот я сижу в здании два здания то я выиграл фсб оказалось кгб в стороне ответчиком сделали городскую администрацию оплатить нечем и бог дал такого пристава который гарантия арестую все счета ни один учитель никто не получит пока слабкин не рассчитаетесь они даже мне были 11 миллиардов представьте но в суд то не по полной программе решит но даже то что нужно у городской администрации не бы недвижимостью рассчитались это не жилые были знания тут рыбокомбинат был потом здание освода спасение на водах а потом ну глава города мэр города все за меня были помогли перевести в жилые в одном из здания молимся другом вот я тут живу две квартиры это бог так делает и у вас чего-то нет вы напишите игры с этой запиской перед богом представьте скажите дети у нас не хватает вот этого мы просили не дают сегодняшнего дня мы ежедневно будем просить в вашей молитве должны всегда звучать имена патриарха кирилла знать какой у вас епископ митрополита владимир или кто священника президента премьер-министра главы города это вот то кто дети даже это знать и на молитве говорите о них богу благослови их господи расположили сердца к нам и вы увидите как все будет по-другому мне ужасно завидуют люди у вас такие связи а кто я у меня ничего нет заплата на заплате они ко мне на дом приезжают это бог так делает это нельзя самому сделать мы делаем вещи о которых люди даже говорить боятся вот еще мы проехали 6 мусульманских республик еще два раза проехали только нам все говорили нельзя ездить это азербайджан это там мы проехали так нас будто бы ждали там в доме мулы ночевали такие беседы я ходил в мечеть даже молиться они пошли там его жена мулы пошла в храм молиться православной оттуда уже из мечети я говорю о том что украшает мой путь я хвалюсь моим господом это бог делает так у меня нет никакого образования я с вами говорит не учитель никто я печник и сторож мне не давали работать поэтому мои специальности никакой роли не играли нас власть гнобила и я сдам где-то в институт все пятерки меня через три дня узнали кто я выгнали я ничего не мог делать но я время не терял даром меня выгнали мне дожды нету я мастерок в руку и пошел зарабатывать никогда не опускайте руки вы любите детей бывает человек говорит так да только делов то я за свое дело не держу не держусь за свое место вы слышали таких такого сразу убирать надо я с такими разговаривать не буду он не держится у меня должность вырвать невозможно я все время объявляю кто постигнет эту должность он должен сначала сразиться со мною доказать что он больше моего будет любить детей больше моего будет заботиться об их сне я создаю сто процентов защищенность ребенка ни один не утонул ни один не отравился не объелся не убился а это 41 год а у них по 6 ребятишек с воспитателем в азовском море тонут все время отравленные а почему день начинаем с молитвы хоть крошечка просвора святая вода приходит батюшка все освещает так у вас же сектанты бывает да вы заезжает сектант а уезжает православная у нас полная свобода в этом вопросе на сегодня хватит наверно вам спасибо какие главные вопросы давайте что у вас вопросы ваши один из вопросов девочка у нас 10 лет мама в свое время была очень пьющая умерла от пьянки при вскрытии там даже мозга не было уже девочка вот когда мама умерла девочки было год и два месяца сейчас девочка очень много врёт ну то есть каждое слово врёт 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 и мы не можем никак отучить её от этого уже объяснялись то что если ты говоришь правду то наказание не будет если будешь шугать то будет наказание тебя бог всегда видит ты будешь за это отвечать перед богом ничего не берет завели уже с ней дневник хорошие и плохие дела вот правда не то недавно вот прошло воскресенье были у батюшки завели такой дневник добрых дел у нее в этом дневнике нет она их не регистрирует только плохие дела но плохие допустим таким образом а я обидела маму я жестоко подстрела на сестру больше никак их не раскрывает и вот не знаю что с ней делать и как ей помочь вот как ее вывести из этого состояния так вы найдите кому она расположена первое кому она больше всех расположена обязательно кто-то найдется но это дело это ну просто это необходимое это дело то тогда она к тому человеку тому больше доверяет когда нужно мне человека разобрать судить там биографию я спрашиваю кто к тебе больше ближе кто тебя любит кому ты доверяешь говори приглашай их вот они у тебя с тобой будут говорить вы против них уже ничего не скажете а то конечно ты набрал своих людей я делаю все наоборот как люди делают я своих людей туда не набираю которых ты изберешь ты мой противник сегодня второе старайтесь узнать кто этой девочке к ней расположен просто как человеку может быть у него сострадание такое он понимает что она не может пока другой быть у нее веры никакой нету кто бы хотел с ней заниматься обязательно чтобы это была девочка нигде не ставлю что это мальчик и девочка этого не надо делать это это только глубоко верующие итог на глазах людей это юность пылкая солома из сена и огонь и вот дальше уже можно уже чтобы она знала вот у меня порядок такой в кель это столбы жерни переплетенные двух сторон за штукатурено и там на двое этажа разбиты там дети спят матрасы чистая стирка идет просто не келье называется а безборщики говорят курятники мы тогда я гимн составил такой дети поют лагеря стан степи на навозной куче что может быть круче и как это вы можете пестопене наши взять это все на нашем mail.ru возьмете скачаете и вот в келью нельзя заходить одному искусство роста был исключен ему надо зайти вообще не положено пока все не заходят я забыл платочек пока без платочки будешь отвечать что забыл переодевалась забыла а если срочно зайти только вдвоем я какой помощник или кто-то зайдите вдвоем а если зайдет бывает заходит я его накажу бывает не досмотрит где-то если он наказан вот девочка у нас одна зашла в туалет и бумажки все сбросила а из дома выезжая нас воровала получку отца и накупила там помады все он ищет не убил ее ее прислали она у нас на фотографиях есть как ее звать то было у меня не было тебя не было как-то интересно то когда имя то такое у ней но не в этом дело то сколько было бумажек она не знает считать а большая уже лет 12 я беру газету свернул двое 2 2 переворачивай сколько будет 4 еще раз перу сколько 8 еще 16 32 64 еще раз перевернул 64 128 разрезаю вот 128 бумажек у меня там башня стоит она должна туда лазить а ветер дует и оттуда должна бросать что бумажки летели но а она перед обедом двое только за ней наблюдают двое ребята сволчены от работы они стоят с разных позиций смотрят на избрасывать должна идти теперь собирать а вокруг кусты крапивы и одной бумажки не будет хватать один горячий горячий это крапива ли что знает так она бедная замучилась до обеда ей в бум больше ни разу не пришло парень один был на пляже и там дверь переодеваться и где-то все сами же делал он стоял и ногой пинал мне пришли говорят а валерка ногой пинал это уже не годится ломали пинал пинал почему дворю маюсь дворю маюсь у тебя ноги удар сильный ну да я ему дал чурку откати до того места пинаю а потом обратно прикати он отрек чурку напинался больше ни разу не пинал мы идем в кино у батюшки это пример говорю а тогда еще не на дисках было видео видел такие эти видеокассеты вставляли то а он здоровый пополковников фамилия насчет бог там болит или но мы не можем тебя оставить одного в лагере то поэтому у меня армейских палаток много два на два ложись на палатку ребята со всех сторон за углы мы его идем и несем туда он до половины только доехал у меня уже ничего не болит отпустить я его не бью ничего другой ребенок хитрит я просто рассказываю как это многогранно надо подходить к ребенку то и дальше он стой встал а у меня идут подвое за руки держаться идти на расстоянии полтора метра потому что они легают друг друга один на ноги наступает другой легают я сделаю так что они не могут не легнуть ничего ну надо ум то иметь тебя ты же воспитатель то и вот в лагере бывает заболел ребенок заболел у меня по навесам там скамейка вон на ту скамеечку сядь ты полегче будет он сел сидит я ему поясняю только не забывай кто у нас не работает тот не ест и поэтому на скамейке ты сидишь ты будешь лечиться здесь пить тебе нет только в туалет сходить играть тоже не будешь купаться сегодня не будешь а обедать то 8 а еще 6 часов только мы уже на работу вышли пилим дрова себе подготавливаем вот он сидит сидит полчаса обед-то приближается запах из кухни летят он у меня уже вроде перестала болеть у меня не да нет у тебя болит же тебе нет встал смотрю я наклоняюсь он теперь доказывает что он не болеет вот так а другой я определяю он действительно болеет он простыл ехал дорога и теперь ему место на кухню я сам покупаю мед независимо от того и где и как и ему дают с горячим там с напаренными листьями все там что надо и ложку меду так другой болеть захочется он сидит в тепле пьет если вот такая честь но я смотрю сколько неделя прошла до свидания дружок давай ты уже полностью здоров вот это надо ну это не расскажешь там тысячи случаев могут быть мгновенно должен сообразить вы молите чтобы вам бог ума дал иначе дети над вами смеяться будут дети очень это понимают ребенок должен вас увидеть лидера авторитет ты все знаешь сделал короткое замечание зря не пустословь вставать вот у нас в лагере хотя бы минут на 20 взрослые старшие сходили в лет чтобы дети тебя там не видели даже начинай заниматься до подъем ты уже на ногах а ребенок тихо одевается бывает такой размазня ничего помоги ему одеться но это последний раз сейчас пойдем играть так а ты вот воспитатель тебе давай раздевайся одевайся за келью заходи палатка растерян и он теперь тренируется раздеваться одеваться его дома не научили готово дело я солдата сделал один день нас комиссия преследовала мы начинаем как колокол ударит значит все собирается тут воспитательным по закрапивы по застройкам вокруг пруда обходят через лес и у нас ужасно запутано идете в большой зал и кино смотрите все все обдумано должно быть это у вас должно быть первое качество воображения если на вас нападут у вас будут враги вы заранее обдумайте они так что сегодня беды нет и меня когда судили а судили по двум статьям первая административная что я пленки издавал и там прибыли имел я не имел ее то есть это обвинение второе не антигосударственно 193 распространение заведомо ложных измышлений там очерняющих общественно государственный строй страны это веру они так понимали бога нет а я говорю есть это уже запредельно далеко это а я на все подготовился 32 у меня идут свидетеля других республик я по одной статье по другой они показания давали я сидел у следователя это закон говорить я имею право выписывать я столько на выписывал и после вышел когда из тюрьмы книгу издал книгу издал и книга называется для слова божия не туз она у меня на сайте на первом месте стоит там в развернутом виде для слова божия не туз моя биография вы прям 200 страниц хотя бы прочитайте если сильно надо будет вы мне закажите я книги вам вышли там цен ценники запросите когда будете я покажу что библиотеки дарю даром а частникам у меня у меня 90 процентов крик я даю даром для библиотек для путина там у него библиотека мои книги библиотеки ленина историческая парламентская только в москве 444 города я попутно хочу сказать и вот вы там найдете это как в этой обстановке поступить иногда вот я передаю уже свой опыт иногда бывает настолько невыносимая обстановка вам даже там и не поправиться власть вмешивается то вот когда вы может быть не даже на глаза показывается должно быть место где закрыться пускай ваш воспитатель работает а вы на коленях там молитесь молитвенный труд молитвенный труд тут мы каждый день даже не менее 7 раз раз становиться на молитву один раз это три святое 100 поклонов детей мы на это не приглашаем а дети видят они сами подбегают и становятся рядом молятся ребенок должен свободно сам к этому прибегать мы договорились что-то моя просто закрутился и все и они сразу подсказывают от за этого то мы не молились еще ребятишки которые ничего не знают одна мать приехала привезла одного юрка его звать как беседок маленький он сразу по клумбам рванул где надо через заграда она ой 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 я говорю ничего сейчас будет у нас там эти биты которые городки выбрасывать и он успел уточить туалет сбросил девчонку одну ударил она говорит пойдем к воспитателям еще чего тогда я пойду сама на жалуюсь хотя тебе еще ударе а то что угрожающее про это расскажу сразу началось расследование воспитатель у нас очень сильный спортивный парень такой родители не имеют права в лагере меня ни один тронуть ребенка пальцем наказывать я у них у них следователь судья прокурор и экзекутор в одном лице все это позвали по уставу никто не имеет права из воспитателя ребенка даже пальцем тронуть но здесь я ну я начальник лагеря я мать пригласил большой зал игральный вот посмотрите что вы с сыном сделали он никого не слушает совершенно а вот теперь я накажу вы не против она уже дала документ расписалась согласна теперь у меня войска я буду серьезно наказывать он мать не слушается он все хулиганит дерется или вы уезжаете или я накажу конечно он взял вот так вот под вышку вот как вот поляна такое он ногами это дрыгает дергается ну как он его едва держит он кричит матери сердцем матери клянусь а самому там 7 лет еще нету но дальше мы его наказали так подойди к маме обоними ее возьми за руки мама пойди с ним все погуляй может быть вы решите домой ехать в это время у меня были сложности с позвоночником я на много настройки работал раздавлен позвоночник три грыжи то и вот я почти парализованы был дак она приехала в больницу что его поблагодарить а приехал гортия как третий раз замуж вышла на седьмого этажа выкинул окно я из-за него опять развожусь она не она сама работает психо психологом или стихотерапевтом что-то собственно есть она все знает но не знает как сыну дать я говорю как так это другой игр человек у меня юрка то он нужный нужный оказался ей ты мать упустила уже испорченный товар привезла у меня сложности потому что я должен не перевысить меру и все сделать по уставу другой раз что-то надо я подвожу к уставу смотрите устав это не разрешает устав касается и меня я могу это сделать но я не имею права у них должно быть уважение к закону законопослушные граждане вы их воспитайте такими чтобы им легко было нашим ребятам в армии когда служат у нас от армии нельзя откашивать все нас в армии служат но альтернативная служба других войсках ни оружие не убивать но они никогда не побывали не попадают под пресс дедовщины вот и все при том ну который принимает присягу от племянник он президентском полку служил вы понимаете что там кого набирает второе служил значит дивизии дзержинского направили там то дальше в германии был этот самый мои родные папа по плоти родные люди это нашего школа все что у нас учатся мы бьемся только за красный диплом во всем мы даже всем умом всем сердцем всей души любить бога и конечно в церковь минимум два раза в неделю что все были под благословение а он не хочет не будет это не твой ребенок сдай вам может быть неприятно это слышать ну такой закон везде один за разным будет заражать всех вам семьи поправиться но я не говорю про вашего ребенка это такие бывают просто злостные он уже лет 16 ему и он совершенно не управляемый но и с ним я дня два и дальше до свидания и больше никогда не будет вот в этом ваша решительность там качество одно есть такое четвертое ну урок 1 мы прошли с вами спасибо вам большое и на тихоньки спасибо очень полезная информация очень много мне подсказали своим опытом дали ссылки я вот пройду посылкам еще думаешь mail.ru заходите я люблю эту систему в ней нахожусь и мне давайте что вам нужно я вам просто укажу к сайт форум если найдете и там первое вопрос где вопросы 4124 они на 55 папок отдельно дети лагерь там вопрос-ответ вопрос-ответ и вы скажете вот это мой вопрос спасибо да ну что до свидания до свидания с богом давайте выключаете первый посмотрите слава христу встреча наша состоялась вас как отличается вышел не спросил ну слава богу если господь продлит нашу встречу то есть повторит она уже пойдет по разрешению конкретных вопросов то что я сегодня сказал люди которые посмотрят а вы с собой хвалите ему опыт нужен не умирайте ну вы дайте ему свой опыт он не к вам пришел а ко мне и меня учат учат я говорю у тебя какой лагерь есть нет нету но я в лагере в лагере был так это большая разница за столом сидеть или заработать сварить и подать на стол я сам пеку мне бог дал эту власть я ей распоряжаюсь я знаю как эти люди смотрят на это о коме буду разговаривать а дядя соседи да мало что там есть конкретно любой вопрос который разрешаю может его продлить потому что то я я сказал а если ребенок вот вы так сделали а он ворует и лжет такой случай есть я дальше ему говорю а если сказал остался на соседа опыта нету дальше все засохло я беру опыт от себя я могу продолжать этот урок с заполнениями заполнительными вопросами не просто дорогу а где брать материал а я сам железнодорожный строитель я знаю где брать где заказывать куда поворачивать я просто поясняю я отошел